Валерия Макарова Самара и Стамбулом из Курумыча начали летать в прямые рейсы в Турцию Гастарбайтеры со всех концов света, более 6 тысяч мигрантов хотят работать в Самаре Все тайны мельпомены или там, где не ступала нога зрителя В Международный день театра наш корреспондент заглянул за кулисы оперного День рождения буревестника революции, репортаж о самарских годах жизни Максима Горького В Самаре началась реконструкция 4-й очереди набережной Она была построена позже всех 80-х годах прошлого века С тех пор здесь не было серьезного ремонта Все работы планируют завершить к следующей зиме Какие изменения ждут набережную и один из главных символов города, ладью, узнала Марина Матвейшина Знаменитая самарская ладья ждет обновление Сильно ее облик не изменится, но всю облицовку снимут до каркаса и заменят на новую Стоять стела будет на фундаменте из красного гранита В Самаре начали реконструкцию 4-й очереди набережной От ладьи вниз будут спускаться гранитные лестничные марши Внизу у ее основания возведут фонтаны Фонтан у нас с подсветкой? Фонтан будет с заполнительной подсветкой В зависимости от режима В рамках реконструкции у нас подпорная стенка Подпорная стенка? Подпорная стенка? Они ремонт проводят Из-за ремонта подпорной стены пляж на этой очереди набережной будет временно закрыт В некоторых местах она треснутая, есть выдавливание То есть это все будет оккунизировано Там, где можно блоки поменять, бетонные стенки будут заменены То есть там будет восстановлен конструктив, геометрия стенки Естественно, пляжной зоной пользоваться в этих условиях будет не просто неудобно, а опасно Сейчас всю набережную окружили забором Доступ сюда закрыт Горожане к этому относятся понимающие, говорят строители Проект считается особенно сложным Набережная состоит из трех уровней Сюда будут подводить новые коммуникации, строить новые сооружения Это очень трудоемкий объем работ Но, если честно сказать, что очень сложных, если рассматривать все объекты по отдельности Сложных объектов нет Достаточно такие серьезные Но тем трудоемче этот проект, что именно в одном месте происходит сразу одновременно все виды работ Пока на объекте трудится полсотни человек Рабочие демонтируют турники со спортплощадок и качели-карусели с детских Вырубают старые деревья и кустарники Вскоре штат работников увеличится до трехсот Работать планируют в три смены круглосуточно Будем внимательно наблюдать Постараемся, чтобы подрядчики как можно быстрее вошли в тот ритм работы Который позволит нам к первому декабря завершить все основные работы на этом участке надежной По поручению губернатора будет организован общественный совет Жители Самары будут контролировать весь ход работ и участвовать в приемке готовой набережной Марина Матвеевична, Максим Гусев, События Пока, ладя на реконструкции, можно насладиться заграничными достопримечательностями Тем более, что из Самары в Стамбул теперь можно долететь без пересадок Регулярное авиасообщение между городами наладил турецкий лоукостер А значит, цены на билеты обещают быть демократичными Наша съемочная группа провела бессонную ночь в Курумыче И познакомилась с пассажирами исторического рейса Этот самолет прилетел к нам прямо из Стамбула Там сейчас плюс 10, а у нас в Курумыче минус 5 и очень холодный ветер На самом деле, момент исторический, ведь это первый прямой рейс, который свяжет Самару и Стамбул Посадка начнется чуть меньше, чем через час Плюс 4 часа в небе, и пассажиры окажутся в Турции Этим рейсом из холодной Самары в Стамбул улетает 130 пассажиров Мы на самом деле уже не первый раз летим в Стамбул Нас как бы тянет туда еще, не один раз, я думаю, вернулся, получится И мы очень рады, что сегодня у нас прямые рейсы открываются из Самары И все-таки реклам наш развивается Путешественников привлекают не только красоты Стамбула Его аэропорт по количеству обслуженных пассажиров Входит в тройку среди европейских и занимает 11 место в мире Это аэропорт Хаб, он используется как пункт пересадки И имеет высокий процент стыковочных рейсов Что открывает самарцам большие возможности для путешествий Причем турецкий лоукостер станет не единственным перевозчиком в направлении Самара-Стамбул Мы ожидаем, что следующий будет официальный турецкий перевозчик Turkish Airlines Потом за ними должны пойти Pegas Flight Тоже в направлении на Стамбул И на регулярной основе ожидаем Анталию с авиакомпанией Anur Air Прежде у Самары не было регулярного авиасообщения с Турцией Летали чартерные рейсы, попасть на которые можно только через туроператора С приходом нескольких авиакомпаний улететь будет проще и дешевле А значит Турция станет ближе Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События В Самарской области сейчас больше трех тысяч обманутых дольщиков 58 незавершенных проблемных строек Из них 38 в Самаре Сейчас при Федеральном агентстве ипотечного жилищного кредитования Создается специальный фонд, который будет предотвращать появление новых обманутых дольщиков Поможет ли он решить многолетнюю проблему Обсуждали за круглым столом в общественной палате Самарской области Историю обманутых дольщиков записал Сергей Кизоркин Тамара Матускова в 2007 году купила квартиру за 1 миллион 700 тысяч рублей в строящиеся многоэтажки Дом до сих пор не сдан в эксплуатацию За 10 лет в кресле директора строительной компании побывало 3 человека Заводили уголовное дело Ущерб обманутым дольщикам составил 254 миллиона рублей Руководитель фирмы за мошенничество теперь находится в колонии А семья Матусковых по-прежнему в старой квартире Это ненормальные сроки, ненормальные суммы Если человек у нас украл буханку хлеба, ему дают 8 лет А если у нас 254 миллиона украли Люди и без квартир, и без денег, и мошеннику 3 года У всех есть подумать над этим В Тольятти ситуация еще сложнее, как пример многоэтажка на 350 квартир, где Светлана Акманцева купила жилье Компания строит ее непобедными темпами уже 15 лет Последние 4 года работы на объекте и вовсе не ведутся Многие обманутые дольщики за это время стали пенсионерами Некоторые вложили в новостройку все, что у них было Мы сейчас даже не сможем собрать деньги на доплату Мы уже отказались от чистовой отделки, как было предусмотрено в договоре Поэтому у нас единственная надежда на помощь властей, государства Выяснить ситуацию и расставить все точки над «и» с нарушениями в строительном бизнесе региона Сегодня попытались в общественной палате Самарской области За круглым столом собрались обманутые дольщики, крупные застройщики, департамент строительства Самары, прокуратура и общественники Пока имеется хотя бы один объект, по которому не решена проблема Ситуация все равно острой Это люди, которые вложили свои средства, которые не получили жилье Есть общие принципы, по которым необходимо решать эту проблему И то, что власть, если она заинтересована в решении этой проблемы, это уже положительный тренд А дальше сами направления решения этой проблемы согласовываются и выполняются Предотвратить появление новых обманутых дольщиков поможет специальный фонд При Федеральном агентстве ипотечного жилищного кредитования С этого года застройщики станут отчислять в него по 1% от стоимости своих объектов Это позволит создать финансовую подушку безопасности для дольщиков Новая структура должна взять на себя обязательства по предоставлению квартир участникам строительства Сергей Кизоркин, Сергей Баскин, События Если не хочешь торговать легально, будь добр, заплати штраф В Куйбышевском районе Самары прошел рейд, в котором выявляли лоточников, торгующих без разрешения После таких проверок, проходящих каждую неделю, в администрацию попадают десятки дел У незаконных лотков приценивался Андрей Горгуленко Увидев камеру и полицейских, продавщица бросает товар и прячется за машиной Однако от штрафа уже не убежать Следуя ее примеру, скрыться пытаются и другие продавцы За собой оставляют палатки с товаром, в спешке закрывают багажники своих торговых точек Остальные смиренно берут протоколы и обещают бизнес свой узаконить Именно в администрацию мы не спрашивали, а так спрашивали у людей Ну может быть надо непосредственно в администрацию обратиться и сказать Ну вот я хочу торговать, дайте мне разрешение Прошу, обратимся Торговцы, которые порой не имеют ни санитарных книжек, ни сертификатов на товар Жителям создают неудобства После себя оставляют мусор, торгуют прямо на тротуаре Киоски поставлены вдоль тротуара Да мало того, каждый выставляет товар на тротуар Проход, конечно, мешает, а людей-то много ходит Администрация района предлагает не накапливать штрафы А зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя И заключить договор с ярмарками Самары Нужно становиться либо индивидуальными предпринимателями, либо юридическими лицами Только в этом случае можно торговать Ну и, соответственно, торговать нужно, соблюдая все правила Имея санитарную книжку, имея сертификаты на продукты, которыми они торгуют Во время каждого рейда выписываются десятки штрафов От полутора до четырех тысяч рублей Дела всех пойманных нарушителей рассмотрит районная административная комиссия Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков, События На чеку круглые сутки профессиональный праздник отметили сотрудники дежурной части полиции Службе, которая первая узнает обо всех происшествиях И благодаря которой преступление удается раскрыть по горячим следам Исполнилось 99 лет Только за прошлый год в дежурные части региона поступило более полумиллиона звонков О тех, кто всегда на посту, репортаж Алины Чемерис Спят меньше четырех часов, обедают и ужинают на работе Для сотрудников дежурной части, которые сутки не покидают помещение, созданы все условия Даже в свой профессиональный праздник они должны быть на связи каждую минуту Андрей Кабанов служит в дежурной части уже более десяти лет О том, что творится в регионе, начальник смены знает все От сосредоточенности его сотрудников и их умения быстро принимать решение Зависит, будет ли пойман преступник Можно часа два-три нести в обычном режиме службу Потом происходит какое-то сверхчрезвычайное происшествие в области Нужно моментально включиться, оценить обстановку Сориентировать необходимые службы для выезда на это происшествие От этого зависит скорость раскрытия преступления Дежурная часть, мозговой центр полиции Сюда стекается вся информация о происшествиях Отсюда координируется работа всех оперативных служб За сутки в дежурную часть регионального главка поступает свыше 700 звонков со всей области А это значит обращение приходит каждые две минуты Благодаря профессионализму сотрудников треть преступления удается раскрыть по горячим следам Повторяем ориентировку За совершение преступления в промышленном районе задержать автомашину Калина Всегда на чеку и сотрудники городской дежурной части с начала года здесь приняли около 50 тысяч звонков За порядком следят в режиме онлайн, помогают современные технологии В парках и скверх, на площадях и улицах Самары установлено свыше полутора сотен камер Изображение с которых передается в ситуационный центр «Безопасный город» На этом экране видео с камер установленных в одном из торговых центров города Одновременно можно видеть, что происходит сразу в нескольких залах При желании изображение можно увеличить, чтобы разглядеть детали А вот на этом экране видно наряды полиции, которые сейчас патрулируют город Стать сотрудником дежурной части не так-то просто Сюда принимают только опытных полицейских В дежурную часть принимаются сотрудники, отслужившие не менее трех лет Не менее трех лет Из числа участковых уполномоченных или из числа оперативных сотрудников Ну и подбираются самые достойные, самые энергичные, терпеливые Жителям напоминают, в дежурную часть полиции можно дозвониться по номеру 020 или по прямым телефоном Всего за прошлый год в дежурные части региона поступило более полумиллиона обращений о преступлениях и чрезвычайных происшествиях Алина Чемерес, Григорий Плешаков, События Налог авансом более полумиллиона рублей получил региональный бюджет от иностранных граждан, имеющих разрешение на работу Управление по вопросам миграции подвело итоги деятельности В этом году за патентами обратились уже более 6 тысяч человек Теперь трудовым мигрантам предстоит пройти медообследование, сдать экзамены и получить страховку О том, сколько стоит работать в России, наш следующий репортаж Платить, чтобы работать. В регионе более 6 тысяч мигрантов с начала года подали заявки на получение патента Этот документ обязан оформить все иностранные граждане, которые собираются трудиться на территории России За право работать в стране мигранты обязаны каждый месяц авансом платить 3100 рублей Таков закон. Более того, каждый из них должен получить страховку, сдать экзамен на знание языка, пройти медицинское обследование Теперь все документы можно получить в одном месте, не выходя из миграционного центра В первую очередь такая система позволяет как можно скорее выявить иностранных граждан с ВИЧ и тубергулезом И запретить им работать в стране На сегодняшний день показатель выявляемости очень высокий То есть концепция, на наш взгляд, задана достаточно верная Способствующая как максимальной легализации иностранных граждан на территории субъекта Так и пресечении каких-то особо опасных заболеваний Более того, иностранные граждане, пребывая на территории миграционного центра, в обязательном порядке проходят дактилоскопическую регистрацию, фотографирование Кроме жителей ближнего зарубежья, работать в России стремятся и граждане Китая, Европы и Турции Правда, уже не строителями, а специалистами Их труд устраивают только в том случае, если от этого не страдают интересы россиян Из всех иностранных граждан, которые сейчас находятся в Самарской области, трудовых мигрантов больше половины Ежедневных количество варьируется от 80 до 110 тысяч человек Но пока мигранты заняты оформлением документов, чтобы работать в России, жители региона делают загранпаспорта За три месяца их получили уже около 8 тысяч человек Это в два раза больше, чем в тот же период 2016-го Но с потоком желающих выехать за рубеж миграционное ведомство справляется легко Наше управление готово обработать все это, готово оказать всем эту услугу Очередей мы каких-либо по этому поводу не прогнозируем Мы увеличили количество окон приема и сделали акцент на портал госуслуг обращения в электронном виде То есть все у нас как бы мы к этому моменту готовы Сотрудники миграционного ведомства призывают жителей активно пользоваться онлайн-сервисами Из 180 тысяч услуг, которые были оказаны в этом году, через федеральный портал оформлены только 4% Андрей Горгуленко, Алина Чемерес, Артем Сулайманов, События В Самарском университете теперь будут учиться студенты из Шри-Ланки Руководство вуза подписало соглашение о сотрудничестве с Институтом современных технологий имени Артура Кларка Также ланкийские и самарские специалисты будут вместе разрабатывать малые космические аппараты Когда ждать первых результатов, знает Алина Чемерес Святая святых Самарского университета, музей авиации и космонавтики Сегодня здесь на экскурсии делегация из Шри-Ланки Иностранным гостям показывают, из чего состоят ракетные двигатели, рассказывают, почему Самара носит почетное звание космической столицы России Министр науки и технологий Шри-Ланки и сотрудники Института имени Артура Кларка приехали в университет в рамках межправительственного визита Страна только встает на путь развития космической отрасли и перенимать опыт будет у россиян Первым шагом стало подписание соглашения о сотрудничестве Мир меняется очень быстро, и технологии тоже И получается, что маленькие страны, как наша, остаются позади Благодаря сотрудничеству с Россией, лидером в космической отрасли и Самарским университетом У нас появится возможность обзавестись большим опытом и тоже встать на путь развития космических технологий Самарский университет теперь будет обучать студентов из Шри-Ланки Заниматься повышением квалификации преподавателей и научных сотрудников из Института современных технологий имени Артура Кларка А также совместно с ланкийцами разрабатывать малые космические аппараты Все, в чем проявится интерес у страны Шри-Ланки, мы готовы будем использовать для того, чтобы наращивать совместное сотрудничество По подготовке кадров, по проведению исследовательских работ и по созданию среды, международной среды дружбы, сотрудничества и взаимодействия Особенно для нашего будущего, для нашей молодежи Чтобы показать, в каких условиях будут обучаться студенты из Шри-Ланки, гостям проводят экскурсию по кафедрам и лабораториям Самарского университета Первые ланкийцы сядут за парты уже в сентябре А в начале апреля в университете готовятся встретить 17 сотрудников Института имени Артура Кларка Они приедут в Самару на стажировку Алина Чемери, Артем Сулайманов, События На этой неделе весь мир отметил День театра Поздравляли не только актеров, но и других работников, реквизиторов, костюмеров, декораторов Сотни людей ежедневно трудятся, чтобы спектакли стали красивыми, оригинальными и живыми Уже не в первый раз мы открываем нашим телезрителям мир за кулисье На этот раз Марианна Мирная проникла в кулары театра оперы и балета Мы находимся с вами в варьере нашего театра, где хранятся декорации с разных спектаклей Здесь расположены декорации со всех, практически со всех спектаклей То есть не обязательно те, которые сейчас вот идут Пожалуйста, пойдемте Здесь вот, значит, я уже повторюсь, что корабль с «Корсара», с балета «Корсар» Вот эти вот декорации, арки с Лебединого озера Декорации громоздкие, но двигаются они очень легко Экскурсия по закулисью театра оперы и балета начинается с хранилища декораций Среди массивных конструкций и больших форм есть и менее масштабные по размеру, но не по значимости Александр Шевченко с гордостью показывает то, что сделал своими руками Такого точно нет ни в одном театре Вот эта машина участвует у нас в оперете «Тарам-парам», «Нина-нина» или «Квартирный вопрос их испортил» Эту машину мы нашли в деревне, отреставрировали, поставили на колеса И сейчас она у нас работает артистом Открываем капот, подсоединяем аккумулятор, загораются фары Загораются фары, задние фонари, работает сигнал Пока в зал не пускают зрители, Александр Шевченко ведет нас на сцену Издалека декорации смотрятся тяжеловесными Так нужно для создания атмосферы, но на самом деле все иначе На самом деле это все очень легко монтируется, демонтируется Они легенькие собачки Потому что если бы они были каменные, представляете, сколько нам времени надо было бы на монтаж разных спектаклей Над созданием спектакля трудятся не только актеры и режиссеры В театре оперы и балета около 150 человек из 9 разных подразделений Благодаря которым зритель, приходя в театр, попадает в другой мир Приходя в театр, редко какой человек задумывается о том, как рождается волшебство И сегодня у нас с вами есть уникальная возможность посмотреть, как же зарождается настоящая театральная магия Всего лишь одно мгновение, и мы с вами уже не в холодной Самаре, а в жаркой Индии В храме, где служит прекрасная Байдерка Пять минут до начала Гаснет свет, звучит музыка И происходит то, чего больше всего ждут зрители Открывается занавес, и спектакль начинается Марьяна Мирная, Константин Головин, События Еще одна знаковая дата 149 лет исполнилась со дня рождения самого известного самарского журналиста Алексея Пешкова Позже он стал знаменит под именем Максим Горький Бревесник революции прожил в Самаре чуть меньше двух лет Какую роль она сыграла в жизни писателя, смотрите в репортаже Телом я родился в Нижнем Новгороде, духовно в Казани, а как писатель в Самаре Сюда Максим Горький впервые приехал в 1895 году, когда ему было 26 лет Он приехал сюда, чтобы вот все эти впечатления, которые в нем до сих пор накапливались и зрели, во что-то предварились Он здесь опубликовал, здесь он набрался уверенности, и вот в этом смысле, конечно, родился здесь как писатель Здесь вышли его произведения «Песни о Соколе», «Старуха и Зергиль» «Однажды осенью» Свою работу он подписывал псевдонимами Ягудиил Холамида, Пьеро, Дон Кихот и Паскарелло После приезда в город Максим Горький по совету Короленко устраивается в Самарскую газету В то время ее редакция располагалась вот в этом здании Сначала Горький работает филеетонистом, а после редактором За это время он написал, опубликовал более 500 заметок, рассказов, очерков и филеетонов Работа в Самарской газете для Горького стала настоящим трамплином в успешную жизнь Ну а кроме того, здесь же он встретил свою первую и единственную официальную жену Она – корректор Самарской газеты Екатерина Волжина, дворянка Он – необразованный босяк из семьи Краснодеревщика Ее родители сопротивлялись этому союзу, но в итоге они поженились Судя по письмам Горького к возлюбленной, он не испытывал комплексов из-за своего происхождения и образования Наоборот, был амбициозен и абсолютно уверен в своем таланте и востребованности В 1896-м Горький был еще неизвестен, но буквально через два года после отъезда из Самары стал невероятно популярен Мы выяснили, что знают об истории современные горожане Здравствуйте, сегодня день рождения Максима Горького Как вы думаете, что его с Самарой связывает? Учился здесь Ну не могу сказать полностью, с чем его связывают Но мы его все знаем, чтим, помним, любим Леша Пешков, он же, по-моему, в Самаре Он провел детство Как раз это Горький, нет? Горького с Самарой? Если честно, я даже не знаю Не знаю Он здесь работал, жил И писал газете в какую-то, так вот очень А сможете что-нибудь из Горького процитировать? Конечно На седой равниной море ветер тучи собирает Между тучами и морем гордо реет буревестник Сегодня имя Максима Горького в Самаре Носит Струковский сад, загородный парк, улица и драмтеатр Валерия Макарова, Константин Головин, События Награду из рук олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева получили около полусотни самарских волонтеров Тех, кто готовится помогать в организации чемпионата мира по футболу Акция «Благодарить» проходит в регионе более 10 лет В этот день чествуют лучших добровольцев области С активистами пообщалась и Алина Чемерес Встреча начинается с товарищеского матча Состязание символическое Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев Играет в настольный футбол с активистами волонтерского центра На акции «Благодарить» Знаменитый спортсмен и посол чемпионата мира Сначала беседуют с теми, от кого зависит успех Самары на матчах FIFA Затем вручают активистам награды Приезжают сюда, спортсмены, гости Знакомятся в первую очередь с волонтерами Которые помогают в дальнейшем узнать Лучший наш город, чемпионат Поэтому приятно награждать отличившихся Я думаю, все они будут стараться Чтобы всем понравился чемпионат мира именно в Самаре Акция «Благодарить» проводится в регионе уже 11 лет В этот день награждают волонтеров со всех уголков губернии Сегодня грамоты получили в том числе Около полусотни активистов Из центра подготовки чемпионата мира по футболу До чемпионата мира еще остается больше года Но мы уже сейчас можем получать практику, опыт Которые пригодятся нам на самом чемпионате и в дальнейшем Стать волонтерами на чемпионате мира по футболу в Самаре пожелали 5,5 тысяч человек Срок подачи заявок уже истек Подходит к концу и этап собеседования Список с именами счастливчиков, которым предстоит участвовать в проведении чемпионата Сформируют в сентябре А в октябре волонтеры начнут проходить обучение Алина Чемери с Артем Сулайманов, События Вот такой запомнилась нам прошедшая неделя А я желаю вам отличного настроения и побольше хороших новостей Увидимся!